О том, что с 1 октября в Тимирта вводится дифференцированный тариф на тепловую энергию, согласно которому стоимость отопления без прибора учёта будет составлять 96 тенге 9 ин за квадратный метр, возмутило жителей города. На сегодняшний день из полутора тысяч многоэтажек счётчики установлены лишь в 300 домах, а значит большая часть населения вынуждена будет платить по завышенным расценкам. Понимая это, руководство окжит Песа решило временно приостановить введение нового тарифа. По закону, да, мы должны их установить, но мы, убыточные предприятия, неоднократно об этом говорили. Понимая это положение, так скажем, и населения, и как субъекта, мы решили обратиться в антимонопольный комитет. Планируется, что введение дифференцированного тарифа произойдёт в следующий отопительный сезон. К этому времени руководство окжит Песа обещает весь город обеспечить общедомовыми счётчиками на тепло. Приобретать приборы учёта коммунальщики планируют в расстрочку, при том, что расплачиваться за них будут тимиртаусы. Ну это также, конечно же, возвратная величина, то есть как бы через потребителей. То есть будет какой-то определён платёж, который ежемесячно в течение четырёх лет потребители будут оплачивать. Но это будет небольшая сумма, потому что она будет раскидываться не на год, а, так скажем, на четыре года вот этого лизинга. То есть за установку счётчика будут платить жители? Да, в законе об естественных монополиях так и говорится, что субъект обязан установить приборы учёта, а потребитель должен его оплатить. Вскоре в квитанциях по оплате коммунальных услуг рядом со счетами за воду, электроэнергию, отоплению и канализацию появится дополнительная строка – оплата за установку общедомового прибора учёта тепловой энергии. Сумма дополнительных расходов будет зависеть от квадратуры квартиры. Платить же за счётчик жильцам всей многоэтажки придётся в течение нескольких лет, пока не окупится стоимость приборов учёта, а это в среднем полмиллиона тенге. Но тот факт, что вводить дифференцированный тариф коммунальщики будут только через год, не означает, что цены на тепло останутся прежними. Ещё в июле руководство ТЭС-2 заявило о намерении поднять тарифы на свои услуги. Связано это с большим износом оборудования и подорожанием горюче-смазочных материалов. На сегодняшний день повышение тарифов на ТЭС-2 утверждено Департаментом по регулированию естественных монополий. И с 1 ноября расценки увеличатся почти в три раза, а это, в свою очередь, отразится на стоимости услуг в Укжетпесе. Когда наша заявка рассматривалась в течение года, там был введён тариф, который существовал – 951 тенге за гигакалорию. Сейчас у них 2,511 за гигакалорию. Следовательно, мы тоже не можем держать убыток такой огромный. Мы также вышли с заявкой в антимонопольный комитет по утверждению тарифа в качестве чрезвычайно регулирующей меры. Поэтому мы ждём в ближайшее время от них ответа. То есть, опять же, это не зависит ни от нас, какая сумма и какая величина будет. Всё решает государство. Насколько подорожает тепловая энергия коммунальщики, пока не знают. Говорят, всё будет зависеть от расчётов специалистов Дарема. Уже на днях станут известны новые расценки. О них руководство ОГЖДПЕСО обещает оповестить население за 5 дней до вступления расчётов в законную силу. Искандера Байкенов, Владимир Пороховой, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.